Сегодня в Украине вспоминают жертв депортации крымских татар. В память о них пройдет ряд траурных мероприятий. Накануне в Киеве открыли фотовыставку под названием «Преступление устами очевидцев». За время существования Советского Союза было депортировано 49 народов. 41 частично, а 8 тотально. Один из них – крымско-татарский народ. И сегодняшняя выставка, на мой взгляд, это еще один шаг к тому заполнению огромного пространства незнания между нами. Крымская татарка и основательница инициативы «Крымсос» Тамила Ташева попросила родителей записать историю соседа, который пережил депортацию. Нас посадили в вагоне по 60 человек у каждого, но никто не знал, куда нас везут. Расстреливать, вешать, кругом панувала паника и слезы. Сама Тамила уже два года не может посетить родной Крым. Она родилась в депортации в Узбекистане. О том, как все было на самом деле, знает от прабабушки. Во время войны та попала в концлагерь в Австрии. Радянские войска, они звольнили эти таборы в Австрии. То всех людей, которые там находились, их звольнили и отправили домой. А крымских татар так же посадили в товарные вагоны и отправили через всю территорию Басарабии. Никто из тех, чьи фото оказались на выставке, не смог покинуть оккупированный полуостров. Их истории засчитывают организаторы мероприятия. За время депортации крымских татар 72 года назад, почти четверть миллиона коренных жителей полуострова, советская власть вывезла за Урал, в Узбекистан, Казахскую и Таджикскую СССР. Почти половина из них погибла в местах выставки от голода и болезней. Организаторы говорят, это выставка о памяти, праве на родину и праве вернуться домой. Россия не в состоянии блокировать выделение средств МВФ Украине, поэтому недавнее заявление удивило экономистов. В Кремле сказали, будут витировать решение о выделении Киеву очередного траншафонда, если в нем не будут указаны условия выплаты Украины так называемого долга Януковича. Известный эксперт Андрес Аслан говорит, этого не может произойти, поскольку на Россию приходится меньше 3% голосов. До этого Москва трижды воздерживалась, а вот другие страны поддерживали решение о выделении финансовой помощи Украине. Аслан добавил, Россия полностью изолирована в Совете директоров МВФ и такие заявления являются не более чем позерством. Российские спортсменов могут не допустить к летним Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Президент Международного Олимпийского комитета Ричард Бах сказал, это произойдет, если расследование Всемирного антидопингового агентства подтвердит, что российские атлеты употребляли запрещенные препараты. Бах отметил, если будут доказательства допинговой системы, то придется принять решение между коллективной ответственностью и индивидуальной справедливостью. Ранее Министерство юстиции США начало расследование на основе информации о госпрограмме допинга для российских спортсменов. Экс-глава Московского антидопингового центра рассказал, несколько спортсменов из России, участников зимних Олимпийских игр 2014 года, в том числе минимум 15 медалистов, употребляли допинг. По его словам, он сам создал коктейль из запрещенных веществ, которые смешивали с алкоголем и принимали российские спортсмены. Анализы спортсменов подменяли на чистые, которые собрали за полгода до сдачи проб. На северо-востоке США в штате Мэн упал метеорит. Ученые говорят, судя по яркости, можно предположить, что его размеры варьируются между габаритами тостера и холодильника. Музей минералогии Мэна объявил награду 20 тысяч долларов тому, кто сможет раздобыть фрагмент метеорита весом не менее килограмма. В учреждении считают, он упал в лесах на северо-западе штата. Музей минералогии Мэн упал в лесах на северо-западе штата. Продолжение следует...